кей гай всем привет добро пожаловать на канал вас на связи как всегда как обычно вместе с вами и сегодня мы находимся в игре варфейс но не в обычном варфейсе а как вы понимаете по всем вот этим вот супер донатным предложением в мобильном варфейсе хотя я думаю это не сильно отличается в этом плане от пк-версии короче я эту игру увидел недавно в appstore вспомнил что когда-то она действительно должна была выйти на мобилке и решил ее в общем-то качнуть как обычно на эмулятор на свой любимый да и в общем то посмотреть что эта игра из себя представляет как она играется и действительно ли это годный шутер а для мобильных устройств потому что на пк он мне не очень нравится как бы с этими подкатами с донатами понятное дело что здесь примерно то же самое но все-таки на мобилках как бы не так много да не не такой большой выбор допустим игр как на пк поэтому все-таки а здесь хочется как-то прочувствовать эту игру натуральным образом давайте сейчас включим фпс чтобы у нас понимать вообще человек чему я кстати вроде как так более-менее настроил управление вчера заходил в эту игру пробовал в общем настроить управление но здесь по моему у нас так минимальный уровень для участия в пве 30 ваш текущий а то есть обычно наоборот вы сначала в пве учитесь играть и качаете level или там допустим в обычной катке потом идете в рейтинг а здесь наоборот вы сначала играете в пвп а потом играете в пве интересно я особо здесь кстати не о мы можем имя поменять давай конечно поменяем сейчас напишем естественно напишем сейчас лаз о чем большими только пишет что ли лечу лаз ю юбе да он сразу большим пишет все бесплатно ну ху ну хоть что-то бесплатно в варфейсе ребята блин напишите в комментариях кстати играли вы в нее или нет у меня есть кстати какой-то автомат типа эмки а есть дробовик сюда кстати вчера мне пока я проходил обучение мне навесили сюда модуль этот прицел есть кстати а этот у меня заблокирован или разблокирован или его можно разблокировать сейчас или его за донат можно разблокировать так а тут разные видите обвесы какие-то возможно какие-то есть перки еще да ну ладно мы сейчас этим заниматься наверное не будем мы сейчас с вами просто обозреем как она у нас игра играется стреляется и все такое последний самурай случайный режим да давай так ну для пве да мы не можем так ну в бой давай случайный режим посмотрим какие здесь оказывается видите несколько режимов есть поэтому это достойно на самом деле игра чем-то похожа это кстати боты что ли да некие какие-то ботовские нет ребят напишите в комментах но я думаю что да нифига это они уровня такого я десятого не 68 ну да это скорее всего боты то есть это вроде как бы пвп но на самом деле это получается пве так я смотрю чтобы у нас все нормально ребята записывалось все чёточко чётенько было да у нас даже вот смотрите но пинг 0 то есть это ой блин немножко пролагивает конечно играю я кстати ребят как обычно через ld player поэтому о нифига себе прицельчик какой так так что ссылку на него оставляю в описании как всегда там же наверно оставлю ссылку на настройку если вам будет интересно качайте играйте в мобилочки кайфуйте как эти получаете удовольствие слушайте но по стрельбе здесь не очень понятно я вот уже успел одну такую катку по моему сыграть но я ливнул с нее и вот я обучение играл знаете чем мне не понравилось здесь то что то ли этой от того что эмулятор андроида и может быть она на андроиде так работает но я ее на телефоне допустим на айфоне да там на своем старике не пробовал даже запускать как бы но суть в чем суть то есть без прицела стрелять вообще тяжело да то есть лучше в прицел входить фишка в том то что здесь есть ощущается некая такая задержка между тем вот допустим ты на правую кнопку нажал и он только через пол секунды прицеливается то есть есть такой момент то есть нет такого что вот моментально знаете он в прицел входит моментально стрелять начинать то есть я вот начинаю стрелять и он только с определенной задержкой начинает это делать и по стрельбе тут кстати странно здесь отдачи получается нету здесь есть только разброс вот не очень люблю такие игры где нету отдачи потому что когда вот разброс вот этот вот рандомный мне это не очень нравится я люблю все-таки когда есть отдача как в том же самом пабге там все-таки как-то стрельба более натурально ощущается, что ли. Не знаю. Не люблю вот эту КС-ку и все вот эти вот стрельбы, знаете, где, когда идет вот такая тема. Ну, ладно, это нормально. Так, давай попробуем. А, подожди, так это был мой не уровень, а сила, по-моему, да? Кстати, я вчера пробовал играть с дробовика, и я вообще в упор ЧЛА не мог убить. Я просто вот прыгал вот в упор на Челика, и у него, смотри, у него просто ХП с первого раза даже не слетело. То есть я ему первый раз дал, он не откис с дробовика в упор. То есть видели, да? То есть там вот, и я сейчас тоже стреляю, я по идее попадаю, ну, как мне кажется, да, прицел на чуваке, а урон не проходит. Напишите, ребят, в комментах, что это может быть, или может быть я что-то не так делаю. Потому что, прямо вы видели, я с дробаша даю первый шот, и он просто с фулл ХП дальше продолжает бежать. Очень непонятно. Вот я, допустим, вот стреляю по Челику, то ли пули не туда изначально летят из-за того, что разброс такой, то ли непонятно что. То есть ощущается некая задержка, в этом плане, наверное, Call of Duty играется пободрее, хотя карта очень сильно похожа на колдушную. О, вот это вот какая-то штука, я вчера вот здесь пулемет этот, а я прыгать не могу, что ли? Подожди, а здесь кнопки прыжка нету? Блин, я на последнем месте, офигеть, меня боты отодрали. Ну, в смысле, в том плане, что мы-то выиграли, но боты сыграли, блин, лучше меня. Вот это поворот, ребята, вот это поворот. Так, ну мы не будем сейчас рекламу смотреть, чтобы X2 получить там. Так, варбаксы и гранаты F1E. Получи какую-то штуку за просмотр видео. Ну давайте еще раз, подожди, а знаешь, что я хочу сделать? Магазин. Магазин, сейчас все за донат сейчас купим. О, мы можем за 10 вот этих штук, а у меня их нету 10 штук, да? Понимаю. А, можем за видео кейс открыть. Ну давайте посмотрим видос и откроем кейс, посмотрим, что это такое. Так, блин, а я не могу ее пропустить. Ну окей. Давайте посмотрим, что это за шедевр мировой рекламы. Даже скипать не буду его в ролике. Что можно сказать, ребят? Возможно на телефоне играется лучше. Вот мне интересно реально напишите в комментах, так ли это или нет, потому что я помню, что когда вышло только Call of Duty Mobile, была такая фишка, что на андроиде она также работала с задержкой, то есть это прям тестировали, а на айфоне она работала моментально. То есть вот ты нажал кнопку стрельбы, стрельба идет, а на андроиде некая задержка там в полсекунды или в там, в там одну треть секунды и соответственно, опа, open case, и соответственно была некая задержка вот такая между тем, как ты кликаешь на, допустим, кнопку и она срабатывает. Вот здесь то же самое ощущается. Поэтому вот кто на чем играет, ребят, напишите, будет интересно почитать, потому что так ли это только у меня. То есть это не из-за того, что я играю на эмуляторе, это именно либо от того, что это типа андроид, либо в целом игра такая. Ну да ладно. Так, у нас улучшения разные можем сделать. Ну подожди, мгновенные улучшения вот за вот эти штуки. А что это мне... А, это силу мне дает. А толку-то это дает какую-то сюда прокачку, нет? То есть ничего вообще, это просто... Это просто увеличило мою силу в целом, да, как персонажа, по идее, и как оружие. А какой толк от этого, не очень понятно. Тут тоже, видите, можно эти каски улучшать. Не знаю, для чего это надо на самом деле. Можно вот тоже какие-то улучшения получить. Не понимаю. И где поменять другое оружие? Заменить. А, вот они, да? То есть у нас есть разные ганы. Но тут сразу донаты, донаты, донаты. А вот это открывается на... Соответственно, на повышении уровня. То есть ты вот эмочку можешь, калашик открыть и за деньги игровые открыть. Понятненько. Ну, давай еще одну каточку сыграем. Попробуем. Так, а здесь выбор режима. Последний самурай. Захват точек. О, давай захват точек попробуем. Подожди, а последний самурай. Ставки сражения... Нифига себе. Один на один, два на два. А, это два на два замесы будут. Да, давай попробуем. Найдет ли такую катку? Нет. Одиночный бой. Это какие ставки надо? Ой, ясно, блин. Ясно, понятно. Давай попробуем вот этот режим тогда. Или, я не знаю, может быть, я что-то там неправильно нажал, но, короче, такое себе. Сейчас попробуем на захвате точек отыграть. Но это, скорее всего, боты, кстати, играют. Сто процентов, потому что они плюс-минус у них ники такие, знаете, просто там Эдмондс, Келвин. Ну, блин, давайте будем откровенными. Кто играет с такими никами? У нас обычно там Петушок 228, там Чепуха 337, то есть вот такие ребята обычно играют. А это уже так чисто булшитом пахнет. Ну, играется странно, конечно. Надо еще учитывать то, что это эмулятор. Это тоже свой в этом есть, как бы прикол, скажем так, да? То, что на эмуляторе. Но в целом, мне кажется, для тех, кто любит мобильные шутаны, просто угореть, как в очередной... Э-э-э-э, что он сейчас сделал? Я куда-то нажал, он начал играть с какой-то фигней стрель. Опа, я какую-то пластину вставил. Это что такое? Это как в колде, типа броня, что ли? Вот, ну как вот он стреляет? Я вообще не понимаю, как здесь баллистика идет? Вот, что мне и в обычном варфейсе не нравится? Понятно, что там, конечно, отличается, но стрельба в варфейсе это вообще гг. Вот, я стреляю просто, я ему заливаю там и просто, вот вы смотрите... А что такое? А, это типа как... А, я понял, нифига. Это когда ты видишь чела, походу, но у тебя патрики кончат. Вот, видите, я ему стреляю, просто в него попадаю в начале. Вот, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вот, сейчас я еще раз, ребят, наглядно покажу. Смотрите, бежит чувак. Я начинаю. Раз, два, три, четыре. А, это у него броня слетает. Я понял. Я думаю, что у него хп-то не слетает? А это у него броня. Все. Ёкарный. Вот сейчас я рассмотрел досрочное завершение боя. А почему? И все, что ли? Вот это мне нравится. Вот это супер... Знаете, когда ты хочешь так, типа, ну, буквально там, пару минут поиграть, такой, пам-пам, и все. Нормально. Ну, куда? Вот мне это понравилось. Я, правда, даже не успел пока понять, что происходит. Так, ну, давай, давай, соберу. Да что ж ты? У меня опять-то куча доната, куча... Ааа, как меня бесит вот эти вот мобильные игры своим. Просто донат, купи, купи, скидка, акция, купи, донат, забери, получи. Ау, 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 ау. Блин, бомбит вообще просто. Так, а что это такое? ПВП? А зачем мне кого добавлять? Захват точек. Случайный. Давай еще раз случайный. А это все доступные режимы, да? Слушай, ну, захват... Ну, давай, ладно, еще раз на захвате точек сыграем. Но я что-то вообще не понял, какие там захват точек наши. Просто на точке постояли, мы их отодрали, и они откисли все. Все захваты точек на этом закончат. О, здесь уже разные левелы. Когда мне будут давать реальных игроков, вообще тоже не ясно. Непонятненько. Так, ну-ка, погнали с дробовиком. О, тут другая карта, кстати. О, дрон. Фига, ведроид запустил, смотри-ка. Так подожди, а там... А, нет, здесь две точки-то получаются. Нам надо и на Б тоже идти. Опа. Да, то есть мы сначала, видите, блин, здесь, кстати, очень сильно прям цепляется... А я могу его сбить, нет? Очень сильно... Ой, эй, эй, да я же не я думал, ты наш, дурак. Очень сильно здесь прям работает этот... Автонаведение. То есть прям на челиков наводится вообще прям... Вот, вообще просто вот сам прицел по-своему играет. То есть вот, допустим, в том же самом папке мобайл там есть автонаведение, но оно такое вот, типа условное. А здесь прицел просто автоим. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Блин, еще главное в замесе перестает это с инса работать, потому что мышка, и он в замесах перестает в таких ситуациях, конечно, нормально отрабатывать. Это печально. О. Даст, даст. Вот я вчера этот пулик получил... О, собрать. Ну-ка, собираем. И что, мне пулик дадут лютый? Забей, пацаны, даст. Ого, нифига он имба. Ни хрена себе, вы видели вообще, нет? Эй, не убейте, пожалуйста. Блин, такой пулик просал. А его все у меня больше не будет, да? Печально. Блин, такой пулемет был зачетный. А тут уже нас... Нас уже дрюкают, кстати. Слышите? Пока мы тут с вами фанимся... Опа. Пулемет. Пока мы тут с вами бибу нюхаем, значит, тут ребята-то уже как бы вообще не это самое... Время-то зря не теряют, смотри. Я пойду точку захватывать. Вот псы, а ты посмотри, что творят. А что там война? Война идет вообще лютая. Блин. А сколько патрика? В 14 осталось и все? Нормально. Все, два патрика осталось, пацаны. А, я не могу на... Я не могу на другой ган сменить, прикидываешь? Так, все, мы точку-то захватили. А я не могу другой ган выбрать. А, пипец. Ну-ка, а здесь могу... Эй, эй. Кто? 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 А, во, подобрал. Оп, 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 оп. Блин. Слушай, ну здесь вот это уже Тамара, там Тримара, она уже тут нормальная. Мы с Тримарой ходим парой, называется это. Так, вот он. Смотри, они прям сразу эгрятся. Как говорится. Опа. Блин, здесь звуков вообще не слышно, чтобы они ходили. Ну, короче, такая, понятно. Это шутан вроде, чисто для отмывания бабок, для тех, кто любит Warface, короче, на ПК. Это вот для таких вот игроков, походу, игра, потому что, ну, как бы такая. Она особо... Ой, блин, я к ним на базу пришел, лол. Хо-хо. То есть такая игра, короче, для тех, кто фанатеет в целом от Warface, я думаю, потому что, ну, как бы, играется она, мягко говоря, не шибко-то прям комфортно. Бэнч! Дэнч! Дэнч! Дробовик очень полезная вещь. Ну, блин, тут, конечно, народу было много. Тут и Рита, и Тамара, и все девчонки собрались, короче. Все девчонки... Ой, блин, извини, извини, извини. На вечериночку собрались. Но я в такой шутер не хотел играть именно так, как он играется на эмуляторе, потому что играется он не шибко-то, плавно. И я-то привык к хай-фпсу, там, невероятному качеству, невероятной скорости реакции, реакции. Давай, давай, в голову, в голову. Нормально, нормально, нормально. Нормально, нормально. То есть здесь, конечно, да, наводиться на голову, это крайне тяжелая задача, потому что автонаведение срабатывает в основном по телу. То есть на голову здесь прям... Ой, куда ты побежал? Ай, да я в подкате был. Прикол. Ну-ка, а если я сейчас попробую... Блин, я забываю, на какие у меня кнопки что-то работает. Я бы хотел зайти в настройки и попробовать помощь в прицеливании выключить. Насколько это будет вообще играбельно. Насколько это будет работать, так сказать. Ну, кстати, не знаю. Конечно, то, что это мобилка, это не очень прикольно. Но в целом... О, ну так в голову проще, кстати, попадать, потому что... Эй, эй, эй. Блин, когда начинают стрелять, я камеру нормально повернуть быстро не могу. У меня прям, когда урон влетает, у меня перестает камера нормально работать почему-то. Так, подожди. Блин, ну они сейчас выиграют. У них все, они уже выигрывают. Блин, ну потому что я с ними пвпшусь, а надо было на точке ходить. Я, блин, лошара, Микантара. Эх, слили мы. Ну потому что, да, я что-то ходил всю стрельбу проверял, а надо было все-таки на точке бегать. Эх. Ну да ладно. Ну что, ребят, я могу сказать по поводу этой игры на самом деле думал, будет поприкольнее, потому что это прям такая, знаете, Call of Duty на минималках, потому что она очень сильно похожа по стрельбе на колду, похожа даже по менюшке на колду, плюс-минус. Ну, я думаю, что вы понимаете, да, как бы о чем я говорю. То есть это такая бесплатная замена, возможно, она на слабых телефонах работает, то есть потому что в Call of Duty там все-таки настроек дофига там, и сенса разные для прицелов. А здесь, то есть, смотрите, если мы заходим в настройки, сейчас я вам просто покажу настройки. Вот все, что здесь есть. Типа, вот одна сенса... А, это качество, это и сенса. Вот она есть. То есть, ну, такое. А, сглаживание камеры. А тут сглаживание было? Я играл на таком, на мыле? Мм, что-то... Кстати, со сглаживанием камеры, может быть, будет какой-то плюс именно, когда ты двигаешься. Но это ладно. Так что, ребят, напишите ваше мнение в комментариях. Интересно будет почитать, что думаете по поводу этой игры. Играете, не играете? Как она работает у вас? Играете ли вы на ПК или на телефоне? Ну, и если вам было интересно, в общем-то, и будет интересно попробовать поиграть также на эмуляторах в свои любимые игры, ссылка есть в описании. Как говорится, не потеряетесь, найдете. Всем спасибо большое за просмотр. Увидимся. Пока. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал Игорь Негода.